Ребят, всем привет! Сегодня будем решать проблему, довольно-таки распространенную. Это шум вентилятора или кулера, охлаждения, в общем, блок питания, ну, в общем, любых. Принципы у всех одинаковые. Перед началом хочу попросить вас поддержать мой канал. Пальчик вверх, это приветствуется. Ну и подписочка, кто первый раз на канале. Будет много видео, и записано у меня много видео. Посмотрите, думаю, найдете себе что-нибудь интересное. А сейчас давайте расскажу о своей проблеме, но хочу сразу предупредить, слишком умных, прошу, не оставляйте свои умные комментарии, так как видео снято для людей, кто не знает, как это делать, и, надеюсь, мое видео будет полезно. Как вы поняли из превью, у меня гудит вентилятор, то есть кулер охлаждения на блоке питания. И сегодня надо будет устранять эту проблему. Но он ни у меня не стал гудеть, а я его такой купил. Одним прекрасным вечером я сидел и листал объявления на Авито, и мне попалось вот такое объявление. Человек продавал блок питания за полторы тысячи и написал то, что он гудит. Гудит некоторое время, потом прекращает. Сразу я понял причину, но этот человек не знал то, что можно устранить все проблемы буквально за одну-две минуты. И поэтому он решил просто продать, а потом мне объяснил, что купил себе новый. Сразу хочу разъяснить, эта модель не старая, блок питания продается до сих пор, и в стилинке он сейчас стоит почти 10 тысяч, а я его купил за полторы. Так что представьте себе те, кто все это знает и обычно пишет комментарии умные, то, что да я это знаю, да зачем мне это надо. Есть такие люди, которые не знают. И давайте сейчас покажу, как у меня гудит он. При первом включении каждый раз он издает шумные звуки, но потом, конечно же, со временем, минута 2-3, там бывает 5, бывает сразу, прекращается это гудение. Мне это надоело, и сейчас я буду устранять эту проблему и как раз покажу вам. Перед чисткой покажу, как же снять блок питания. Находится он в этой части. Кстати, бывает, что гудит не только блок питания, а вот эти кулеры различные. Вот здесь охлаждение. Это очень легко узнать, если при открывании, то есть вам нужно открыть крышку, и какие кулеры, вентиляторы крутятся, их остановить пальцем. Доступные, я имею в виду. Можно остановить охлаждение процессора. Если шум прекратится, соответственно, разбираем его и делаем по той же инструкции, которая будет далее у меня. Если здесь сбоку, то же самое. Итак, в первую очередь нужно будет отключить все жесткие диски. Далее видеокарту отключаю. Следующий шаг – это отключение от материнской платы питания. Ну и большой разъем – это питание основной всей системы материнской платы, так сказать. Мне немножко мешает кулер, я его сниму. Все готово. Теперь с этой стороны 4 болтика, их откручиваем. И вытаскиваем блок питания. Кстати, немного рекламы. Вот эту материнскую плату и процессор я заказывал с Алиэкспресс в 2019 году. И до сих пор работает, тянет ноги игры. Мне нравится, если нужно. Оставлю ссылочку в описании. И на видосик я снимал, ну и на саму материнскую плату с процессором. Как можно видеть, старый хозяин уже вскрывал, смотрел, наверное, может думал, что дело в вздутых конденсаторах. Ну, как всегда, YouTube людям помогает. В общем, было вскрытие. Ну, сейчас мы с вами открываем крышку и смотрим, что. Здесь, посмотрите, все достаточно чисто. По крайней мере, вот с этой стороны. Здесь немного пыли, но здесь вообще чистота. Может, старый хозяин чистил его. В общем, сейчас откручиваю сам кулер от корпуса и будем уже его проверять. У данного блок питания форм-фактор это ATX. И проверить его очень легко. Нужно будет зеленый провод замкнуть с любым черным. Вот в этой колодке. Я обычным циркулем замыкаю. И все включается. Сейчас кулер не шумит, так как до этого у меня компьютер работал. Но все равно он как-то работает с натягом. В общем, приступаем к ремонту. Перед этим же, конечно, все отключаем. Здесь, здесь, чтобы не было сети 220. Я вот сейчас перевернул и сразу нашел причину поломки, почему он стал гудеть. Внутри находится смазка и подшипники. Начинает гудеть вентилятор из-за того, что просто высыхает смазка и, соответственно, части начинают тереться друг от друга. И посмотрите, вот здесь у меня вздулся пузырь. И получается, а вот здесь от пузыря вот такая канавка. В общем, было попадание воздуха. Сейчас нужно снять вот эту наклеечку. Аккуратно снять у меня не получилось. Потом заклею изолентой. Нужно будет, когда после обратной сборки, все равно вот это вот зафиксировать. Здесь стоит резиновая прокладка. Ее провздеваю и снимаю. И теперь у меня открывается доступ к подшипнику и к валу. В общем, сюда нужно будет капнуть масло. В некоторых случаях здесь стоит стопорное кольцо. Вот здесь его можно снять будет. И тогда полностью снять вентилятор, почистить там все. Но в моем случае здесь запрессованное такое колечко. Не буду я ковырять, портить ничего. А просто сейчас капаю масло. Буду использовать, это не реклама. У меня вот такой тюбик стоит. Давно покупал его в хостоварах. Масло смазочное, бытовое. Вот, в принципе, весь и секрет ремонта вентилятора охлаждения. Но, извиняюсь за такое долгое видео, то, что капал одну капельку я мог в начале видео показать вам. Я просто хотел вам рассказать причины, то, что есть люди, не знающие. Ну что, собираем в обратном порядке. Ставлю силиконовую заглушку. Вот, и заклеиваю здесь. Сейчас все протру здесь, чтобы жирно не было. И заклеиваю еще изолентой, чтобы она не слетела во время движения. И теперь можно все проверить. Как говорил ранее, залепил изолентой. И давайте слушать. Ну и сейчас он работает без звука почти. Ну, так как он холодный, соответственно, и обороты у него низкие. При нагрузке они будут увеличиваться. Но и сейчас он работает тише, чем в самом начале. Теперь я приступаю к обратной сборке. И надеюсь, видео было вам полезно. Увижу это по пальчикам вверх и по комментариям. Обязательно пишите, обязательно поддерживайте меня. Ну, я прощаюсь с вами. Желаю всем удачи. Не болейте. И пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok